Чё говорить-то? В какой момент-то уже говорить? Вау! Сколько время-то? Три часа ночи опять начинается. Давай пока я не замёрз, зевать не начал. Зи, б***ь, сюда, садись, давай я тебя буду записывать. Я там кнопочку буду нажимать, вон красить, как говорит. Теперь знаю, что если она горит, значит на неё писать. Надо её разговаривать. А если она не горит, значит можно ничего не говорить. Всем привет, меня зовут Николай Алексеев, с вами снова с Настей. Здрасте, топ-50-ый. И сегодняшний выпуск посвящён измерению реакции рыбы на диаметр бура. Это будет первый наш выпуск, посвящённый подводным съёмкам. Нифига тут плотвы. Та же рыбина, ровно две поклёвки. Опа, нифига вы тут прилетели, вы чё? Погнали. Ледобур для тестов нам любезно предоставил интернет-магазин Волжанка Фиш. Ссылочка в описании. Где от Снасти Здрасте вы можете получить скидку 10% на все товары. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно при оформлении заказов в примечании написать Снасти Здрасте. Подробные условия и сроки действия акции в описании под видео. В прошлом выпуске мы замахнулись на очень интересную тему, по нашему мнению. Реакция рыбы на толщину лески. На тонкую лучше клюёт или хуже. И на толстую то же самое. Но у нас нифига не получилось. Мы думали, что всё это молниеносно снимем. Поехали на озеро в 100 километрах от Ярославля. Большое здоровенное озеро, где я периодически тренируюсь. Ловлю плотвичку окуней. Прошлый раз за час я поймал бы около 4 килограммов. Но думал, это идеальное место, где будут супер-пупер подводные съёмки. Глубина 1,60-1,70 метра, плотва окунь нормальных размеров 50-100 граммов. Но что-то пошло не так. Выпало полметра снега и 20 сантиметров воды под снегом. Идти до места лова почти километр по этим сугробам. Я забыл мотыля в 25 километрах. Когда я попытался поехать за мотылем в гостиницу, я застрял и потерял на этом час, сидя на брюхе в сугробах. Я пришёл, почти уже смеркалось. И рыбы мы так и не видели ни в одной из камер. По итогу дня с 4 вечера до 7 вечера нам удалось поснимать дождь из прикормки, падающей на чёрный-чёрный ил. А в обязательном порядке снять, как развиваются камыши на ветру. И как мормышится мормышка с мотылем в придонном слое. Мы смело можем заметить, это совершенно не то, что мы хотели снять. И реакции рыбы здесь даже и рядом не было. Ни одной рыбы мы так и не увидели за весь световой и полчернового дня. Посовещавшись в полной темноте, мы приняли решение поменять место дислокации и поехать на реку, в которой шансов увидеть рыбу у нас было, как нам казалось, чуть больше. Приехав на место в 10 часов вечера. Представляете, зимой в январе месяце в 10 часов вечера искать рыбу. Ну, только с Настей здрасте это могут сделать. Мы взяли очень мощную лампу, вот она как раз на меня сейчас светит. Взяли нашу камеру и пошли искать. Где-то в районе 12 часов ночи, при полной луне, о чудо, мы увидели целый косяк платвы. И на камеру она так чур-чур-чур мимо проплыла, косячина просто штучек, ну 30, сколько мы увидели. Эта стая платвы вселила в нас надежду. Надежду на завтрашний удачный день съемок и рыбалки. Во второй день мы решили немножко поменять тактику. Находили визуально интересные места, там бурились и проверяли на наличие рыбы с помощью мормышки с мотылем. И вот, вижу я, спускается дерево, сваленное в воду. Теоретически там должны быть коряжки и веточки на дне. Опускаем мормышку, сразу поклевка. Окунь! Опускаю второй раз. Окунь! Третий раз опускаю. Окунь! Опустив камеру, мы увидели колоссальное количество окуни, блуждающие между коряжек и веточек этого сваленного дерева. Мы закормились белой сыпучей прикормкой с добавлением частичного мотыля, прикормили и туда пришла через несколько минут платва. И тут мы наконец поняли, что рыба все-таки не боится камеры. И этот таракан у нас убежал. Очень интересный факт, что когда мы опускали камеру в новую лунку, даже иногда в кормленную, вроде и мотылемы, и прикормкой, рыбы просто камера не показывала. Но стоило взять мормышку, насадить мотыля, сделать несколько проводочек и вуаля, откуда ни возьмись, появлялась рыба. Как я знаю, рыба зимой реагирует лучше на вот именно движение насадки своей боковой линией. Я попросил своего оператора снять, как правильно и в каком слое открывать кормушку с кормом на течении. Мы посмотрели, куда относит, где примерно, в каком слое нужно открывать, но рыба не подошла. В ту же лунку, куда я кормил, я опустил мормышку. В надежде на то, что у меня там создался кормовой стол внизу, рядом камера, которая неподвижная, вроде никого не пугает, и потрясти мормышкой. И, подняв несколько сантиметров от дна, начали появляться какие-то рыбехи, мимо плавающие, и у нас создалось ощущение полное, что рыба приходит на движущийся какой-то объект. Не знаю, что она представляет, может, жучка какого-то, паучка, но она реально пришла на мормышку и стала периодически есть вокруг этой мормышечки. Пробуем новый вид зимней подлёдной ловли, виртуально реальной. Смотрим на поклёвку в экране телефона, а потекаем руками. Глубина у нас метр двадцать, закормили сыпучкой с мотылём. Смотрим где. О, мотыль появился. Мотылёчек, рыбёшка. Опа, опа, плотва, 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 плотва. Давай, давай, давай. Что-то испугалась. Так, постукаем по дну. О, плотва, 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 плотва. Оп, давай, давай, давай. Блин, осечка. Давай, давай, ещё разочек я тебе дам. Давай. Давай, давай, давай. Опа, 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 плотва, 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 плотва. Нормально так кривёт. Вот такая вот, такая рыбёха. Давай сейчас укрупнимся. Кому интересно, все дни снимали вот на эту камеру GoPro 5 Black. Как мормышка попадает в поле зрения, сразу почему-то рыбы. Вот смотришь в камеру, вообще никого нету, ни единой души. Мормышку опускаешь, начинаешь потряхивать. О, плотва. Давай, 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 давай. Оп. Ай. Сорвал, Вась. И что самое странное, она срывается и уходит недалеко. Нифига себе, она же идёт. Что, и есть будет сейчас? Офигеть. Та же рыбина, ровно две поклёвки. Изо рта вырвалась мармыгой. Может быть, пока не накололась. Она, вот опять она же идёт. Давай, 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 жри. Это подлещик, по-моему, пришёл. Во. Вполне очень добычливый вид ловли. Ещё и интересный. Ты видишь, как рыба клюёт. И когда, и в какой момент нужно делать подсечку. Ну, когда мотыль всосался, осталось одно тело изо рта торчащее, значит, в этот момент надо подсекать. В этом выпуске я чаще использовал леску диаметром 0,06 и 0,07. Мармышка 0,32 грамма, где-то примерно диаметром 2,5-3 миллиметра, плюс-минус. О, сразу плотва. Давай, оп. Так. Блин, ей вообще пофигу. Она не боится. Вообще не боится. Три плотвы пришли. Кусок мотыля, хвостик торчит, она за него треплет, треплет. Тут ещё одна пришла. Нифига тут плотвы. Мелкая, правда, но, блин, сколько её здесь. А тут не ногой. Будет она реагировать? Не-а, вообще пофигу. Вместе с мармышкой. Вообще пофигу. Только вот, однозначно, есть такая теория, что говорят, типа, надо пробовать различные способы насадки. Вот у меня сейчас мотыль висит как-то через... Фиг поймёшь как. И она реально не хочет на него брать. Давай, давай, всасывай, 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 всасывай. Да что ты, блин. Кусок торчит какой-то. Давай, давай, соси, соси, соси. Нет, надо перенасаживать. Вот она раздраконила всего мотыля. Получается вот такая вот сосисина. Она его берёт прямо по камере, видно, всасывает вот эту вот всю часть, сосёт и жуёт. Высасывает, засасывает. А мармышка ей нафиг вообще не нужна. И отсюда вывод. Очень часто, когда рыболовы насаживают вот таким образом, ну, допустим, в заголовку или за хвостик, она рыба просто берёт, вот эта мелкая, но она вот здесь вот в этом месте схватывает, хватает, а ей нафиг не нужно. В таких случаях лайфхак. Нужно просто взять мотыля и одеть его посередине. Тогда длина мотыля сокращается, и рыбе проще всасать вместе с мармышкой. Вот такая фигня. Сейчас попробуем. Мы тут опять собрались. На кормёжку-то они как собрались. Что-то есть не хотят старого мотыля. За концы хватает, а есть не хочет полностью. Опа, нифига вы тут прилетели, вы чё? Есть. Вдруг откуда ни возьмись, появился подлещ. Ну, или младший брат подлеща. Вот такой вот. Крупничина. Крупничина. Почему ты мне грубишь, тварь? А? Ну, подожди, земную. Как я буду не сделанной сниматься? Есть теория, что чем меньше диаметр бура, тем меньше шума он создаёт. И меньше пугает рыбу. У нас есть 4 ледобура Нера диаметром 110, 130, 150 и 180 мм. Всё по фэншую. Стоит особо отметить, что на всех 4 бурах стоят полукруглые ножи, которые больше адаптированы. Ну, и вообще предназначение их для сырого, либо очень мокрого льда. У нас есть специальная пушка, которая замеряет уровень шума над водой. И есть камера, которая пишет звук и картинку под водой. С рыбой, в общем-то, как-то не особо сегодня получается договориться, хотя в камере она периодически косячками проплывала и плотвичкой, и окушки. Но будем надеяться, что она приплывёт на нашу кормлённую точку и будет есть, кормиться и поможет провести нам этот тест. Погнали! Первый бур, 110. Ну, первое ощущение, что реально на сыром льду звук меньше, чем на сухом. Следующий, 130. Ой-ой, так она же можно закосячить. 150. И на сладенькое, 180. Палочку уберём. что бы не мешало. Ну, слышно, как он прямо урчит. Что показали измерения сверху? Однозначно, 110-й бур самый тихий. 130-й чуть погромче, 150-й ещё громче, и 180-й значительно громче, чем самый тонкий 110-й бур. Но это было на поверхности. Подо льдом глубина составляла порядка метр двадцать, камера была установлена в 20 сантиметрах от дна. Пока мы устанавливали камеру, тут что-то налаживали связь, рыба вся свалила. Мы решили проверять и замерять уровень шума без рыбы. В итоге, когда открыли файл, увидели, что шум, который записывает камера от всех ледобуров, почему-то одинаковый. Ну, так как смогла записать камера GoPro, либо так и есть, на самом деле, что вода как-то гасит, может быть, звуковые колебания. Но, что самое удивительное, в этот момент, когда мы стали проверять ледобуры на шум, рыба собралась под нами. И у нас оказались просто идеальные условия для того, чтобы увидеть и оценить реакцию рыбы на различные диаметры ледобуров. Как только я начал сверлить 110-м ледобуром, рыба, стоявшая над дном, такая в слое, которая гуляла, она зашугалась. Реально, увидели первую реакцию. Атака тоже стояла на дне, ей пофиг, она стояла, кушала свои дела, какие-то фильтровала ил. На 130-м ледобуре ситуация не поменялась. При этом общая концентрация рыбы, которая видна была камерой, реально поредела. Ее стало в два раза точно меньше. В начале бурения 150-м буром ничего не происходило. Рыба, которая стояла у дна, так и питалась. А когда я протолкнул шугу, когда уже лунку просверлил, вся рыба свалила из кадра. На 180-м уже и рыбы-то не осталось. Мы повторили эксперимент и снимали только на подводную камеру. дожидались каждый раз подход рыбы к месту сверления. Однозначной взаимосвязи диаметра льда бура на пугливость рыбы во время сверления мы не выявили. Но, когда досверливаешь, доламываешь последний кусок льда при прохождении бура уже вот через лед до воды, все равно получается так, что остаются вот эти края льда, которые ты доламываешь шнекам бура. И чем больше диаметр бура, реальная закономерность, то тем больше создается различных звуковых эффектов, которые пугают рыбу. ради эксперимента просверлили 110-м ледобуром лунку и резко протолкнули шугу. Рыба свалила. Не первый я и не последний, который будет вам советовать. не надо гонять шугу туда обратно, особенно когда вы ловите на мелководье. Спокойненько просверлили, чуть-чуть дожали, чуть-чуть потрясли, вытащили плавненько, черпачком вытащили шугу из луночки и спокойно ловите, ну, можете еще прикормить. В какой-то момент, когда у нас вроде все пошло, съемки пошли туда-сюда, какая-то там движуха туда-сюда, у нас сломалась камера. Canon Mark 3. Если вам понравилось это подводное видео, а зачем я палец ловить? Если вам понравилось это подводное видео, блин, опять палец уже вылезает, если вам понравилось это подводное видео, жмите палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и увидимся в следующих выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok